Чем белее В переводе с татарского языка означает «настоящий человек». Название очень символичное и обязывающее. История этого татарского села уходит в далекое прошлое. Местные жители, школьники, под руководством учителя Ведута Ходжановича Шияпова, бережно хранят память о временах давно минувших дней. В колхозном краеведческом музее сотни экспонатов. Но все, даже самые крупные события далекой старины, меркнут перед свершениями дней сегодняшних. Стоит в самом центре села Чембелей, обелиск, память тех, кто в сорок пятом не вернулся с войны. Четыреста сорок пять имен. Четыреста сорок пять. Значит, не было в селе двора, в которое не заглянуло бы страшное горе. Да, это было великим испытанием. Но пройдитесь сегодня по селу. Познакомьтесь с колхозным хозяйством, и чувство скорби уступает месту чувству гордости. Дело, за которое отдали жизни отцы и старшие братья, продолжается. Оно в достойных и надежных руках. Ныне колхоз Чембелеевская, Краснооктябрьского района, одно из передовых хозяйств Горьковской области. Трудовая слава колхоза уже перешагнула границы области. Колхоз многократно был участником ВДНК СССР. Не раз завоевывал переходящие красные знамена. В честь 50-летия образования СССР награжден юбилейной почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. В чем суть этих успехов? Главное в выборе направления. В выгодном приложении сил и средств в интенсификации хозяйства. Правильно организованный производственный процесс, комплексные механизации и оплаты труда из года в год дают возможность хозяйству получать высокие и устойчивые урожаи зерновых, картофеля и сахарных стекла. Успешно развивать общественное животноводство. Урожайность зерновых культур за последние годы выросла более чем в два раза. Даже в минувшем 1972 году, году небывало заслушливым и трудным, здесь получили по 18,3 центнера с гектара. Продать государству 15 тысяч центнеров зерна, 46 тысяч центнеров сахарной свеклы, 12 тысяч центнеров молока, 4200 центнеров мяса. Таковы рубежи колхоза в нынешнем году. От реализации сельскохозяйственной процедуры уступают более 1 миллиона 700 тысяч рублей. И все эти рубли идут на капитальное строительство, приобретение техники, более высокую оплату труда колхозников. За последние годы в колхозе построены животноводческие фермы, на сотни голов скота, мастерская, гараж, посадочная полоса для самолета. Вступил в строй агрегат по производству витаминно-травяной муки. Создано культурное пастбище на площади в 202 гектара, строится комбикормовой цех. Успехи в развитии любой отрасли сельскохозяйственного производства зависят от людей. Как рассказать о незаметном, будничном подвиге земледельцев, механизаторов и животноводах колхоза, их трудовой доблести, верности своему долгу? Кого из них выделить? Каждый отдает все силы общему делу. Более ста чемберийцев за доблестный труд награждены правительственными наградами. Сколько сделанных руками доброго и прекрасного. Каждый из них закладывает зерна богатства своего колхоза. Хорошие всходы. Дни нашей жизни. Как выбрать бесконечно на первый взгляд обыденном потоке их главное, определяющее? Как ухватить золотую ниточку, которая идет от человека к человеку и связывает всех воедино? Как рассказать хотя бы в общих чертах о жизненном пути звеневого полеводческой бригады коммуниста Мясума Айсиновича Шамсуддинова? Биография его, как и большинство сверстников, не сложна. Родился и вырос в колхозе, учился, потом стал работать. Его скромный, казалось бы, незаметный, но самоотверженный труд был не раз отмечен медалями ВДНК СССР, орденом знак почета. Примерно так же сложился жизнь. Башарова, Мустафина, Айнердинова, Звеневых, Апакова, Бархатова, Шоперов, Аймаледдинова, Мустафина и многих-многих других. Житейский калейдоскоп «Белый забот» выбирает себя без разбора и малое, и великое. Но приглядитесь, чья-то судьба сверкнет звездой и ясным пламенем указывает дорогу другим. Ярким примером этому жизнь доярки Загири Галямовой. Недаром ее труд венчает орден Трудового Красного Знамени. А односельчане избрали ее своим депутатом в районный совет. Родное, крестьянское, ко всему этому издавна прикипело сердце Рашида Серебжанова. Все до мелочей ему знакомо здесь с самого детства. Для него не было вопроса, какой жизненный путь выбирать. После окончания семилетки поступил в сельскохозяйственную школу. В 1956 году вернулся в родной колхоз техником-животноводом и с тех пор бессменно трудится на свиноводческой ферме. Сейчас Рашид Арибжанович заведующий фермы, член правления колхоза, член райкома партии, кавалер ордена Ленина. Животноводство является основной производственной отраслью колхоза Чембереевской. Здесь 1700 голов крупного рогатого скота, 600 коров, около 2000 свиней. Для рентабельного ведения животноводства, для высокой его эффективности в колхозе заложены прочные основы. Механизация подкреплена рациональной организацией труда. Кропотливой из-за технической работы создана хорошая кормовая база, подобрано стадо, обучены люди. Образцы добросовестного труда показывают доярки Алия Ахмедеева, Садят Хисямова, Кадрия Вагуддинова, скотники Умяр Вагуддинов, Абяз Аняддинов, свинарки Зейнаб Камалова, сестры Кадрия и Рабеля Сайдяшевы. Свинарь по корму Закия Сулейманович Юсипов. Коммунист Юсипов ежегодно один откармливает и издает государству 100 тонн свинины. Штабом всей идеологической работы в колхозе является партийное бюро, которое уже 6 лет возглавляет Хайдяр Мусинович Рахматуллин. Уж так повелось. Всегда перед важнейшим испытанием самые ответственные моменты собираются коммунисты. Собираются, чтобы всесторонне обсудить предстоящие задачи, предусмотреть все возможные неожиданности, чтобы предопределить ход событий. В колхозной парт организации 44 коммуниста. Все они расставлены на решающих участках производства. Являют пример самотвержного труда, где бы ни работали, за рулем трактора или автомашины, на животноводческой ферме или в мастерской. И ослабленное внимание уделяет партбюро организации социалистического соревнования, его гласности, сравнимости результатов, материальному и моральному поощрению победителей. Золотым фондом колхоза называют главных специалистов. Своими творческими замыслами они смело врываются в завтрашний день, ускоряют время, побеждают привычное и устаревшее. Они всегда разведчики и всегда на переднем крае в нелегкой борьбе за подъем колхозной экономики. Главный агроном – Талгат Абдрахамович Абдрахимов. Это человек, вобравший в себя знания агронома, механизатора и организатора. Главный инженер – Рафаэль Мансурович Максутов. Главный зоотехник – Мансур Махмутович Сабиров. Главный ветврач – Шамиль Абдурахманович Мухаммеджанов. Велика роль в успехах хозяйства колхозных бригадиров. Хариса Хасановича Камаева, Ахмета Мусиновича Айсина, Аняса Потеховича Потехова. Много замечательных людей в колхозе. Но душой коллектива, несомненно, является его председатель – Шамиль Сафинович Юсипов. Вся жизнь его, не считая годы учебы, протекала в родном селе. Работал трактористом, комбайнером, механиком, бригадиром тракторной бригады. В марте 1968 года односельчане избрали его председателем колхоза. Люди признали такие его отличительные качества, как высоко развитые чувства ответственности, крепкую хозяйственную хватку, настойчивость, справедливость, а главное – умение думать экономически. Сейчас уже невозможно проследить грань, отделяющую судьбу председателя от успехов и неудач колхоза Чемберейской. Многое было за эти годы. Были и бессонные ночи. И радость завершенного труда, и самозабвенно, бесконечно обыденно и в то же время бесконечно разносторонняя работа. И всегда, всегда он был рядом с землей. У Юсипова трудная должность. Ни в какое служебное расписание обязанностей нельзя уложить разнообразный круг проблем и вопросов, мелких и крупных, текущих и перспективных, которые ему необходимо решать ежедневно. Небесторожие, ни зной, ни ненастья не могут удержать Шамиля Сафиновича в кабинете. От зари до зари. То на полях, то на пастящих, на животноводческих фермах или на строительных площадках. Юсипов видит во всей этой работе много такого, что не всегда доступно постороннему поверхностному взгляду. Человек умный и тонко размышляющий. Юсипов долго вживается в факты, прежде чем пойти на широкое обобщение. К обсуждению хозяйственных вопросов он всегда стремится привлечь... ...искушенных опытом колхозных ветеранов. И первый среди них, конечно, бывший председатель колхоза Махмуд Якубович Сабиров. Человек, который 31 год бессменно руководил хозяйством. Постоянно идут и идут к председателю люди со своими нуждами, заботами. Просят помочь в чем-то, и он никогда, никому не откажет. Он посоветует, а если нужно, поможет делам. Безупречный добросовестный труд коммуниста Юсипова высоко оценен. Родин и народ. Он награжден орденом Кенина. Был депутатом Верховного Совета РСФСР. Сейчас депутат Горьковского областного совета депутатов трудящихся. Член областного совета колхозов, член бюро Краснооктябрьского райкома партии. Далеко не каждый сможет выдержать такой груз обязанностей. И пусть не так уж часто удается собраться вот так дома всей семьей. Но для Шамиля Сапиновича в этом стремительном круговороте дел и забот как смысл и радость жизни. Неузнаваемо изменила за последние годы экономика колхоза Чембелевской. Внешний облик села. Колхоз уверенно идет по пути широкого прогресса экономического, культурного, социального. Но коллектив колхоза не успокаивается на достигнутом. Он в постоянном поиске и уклонном движении вперед. Культура и быт неотделимы от труда. Они взаимопроникают и взаимообуславливают друг друга. Наш быт невозможен без красивых и удобных вещей. Жилые дома, предметы быта должны быть привлекательными и удобными, чтобы создавать радостную обстановку для труда и отдыха, чтобы они вызывали у людей душевную теплоту и хорошее настроение. Чтобы узнать, богат ли колхоз, зажиточно ли живут его труженики, совсем не обязательно заглядывать в экономические сводки. Давайте познакомимся с семьей колхозного шофера Мясума Мустафиновича Мустафина. Кстати, личных автомобилей в селе сейчас 23. По обстановке, коммунальным удобствам, обеспеченности предметами культурно-бокового наслечения, квартира ничем не отличается от городских. Прекрасно, когда человек любит труд, когда он хочет быть культурным и образованным. Но к этому надо готовить уже с детства. Гордостью села является новая школа. Сейчас здесь учатся 658 ребят. Занятия идут в одну смену. В школе прекрасно оборудованы учебные кабинеты, спортивные и актовые залы, столовая. Повысились не только доходы колхозников. И не только числом телевизоров, радиоприемников, мотоциклов, автомашин определяется культура села. Радует духовный рост каждого труженика, его интеллект, отношение к жизни, к работе, его зрелый взгляд на мир. Здесь работает много технически грамотных специалистов с высшим и средним образованием. Колхозная интеллигенция рассчитывает 78 человек. Многие из них учились по направлению колхоза на колхозную стипендию. Труд – источник богатства. Но значит ли это, что мы обязаны думать о работе всегда и всюду? Отнюдь нет. Умение отключаться от производственных забот сразу же после трудового дня, великое умение отдыхать, а отдых разнообразный, насыщенный хорошими впечатлениями, без огорчения и мелочных забот, – добрые гарантии для плодотворного труда. В начале июня, когда в проведении полевых работ наступает некоторое затишье, колхозы устраивают народный праздник Сабантуй. Здесь подводят итоги весенних полевых работ. Называют победителей социалистического соревнования. Колхозных тружеников поздравляют с успехами первый секретарь Краснооктябрьского райкома партии Таид Салехович Хайрулин. Сабантуй Татарской национальной празднице с... Сегодня в гостях у чембелийцев шеф и работники Горьковского автозавода. Уже много лет коллективы колхоза и завода связывают не только договор и обязательства о шефской помощи, но и крепкая дружба. Есть хорошие народные поговорки, новые времена, новые песни. И действительно, песня – очень чуткий барометр нашей жизни. В ней мир забот и радости, помыслов и надежды. Если много светлых песен, значит много добрых перемен. И нельзя сомневаться, что еще больше будет их текущей девятой пятилетки. Недаром инициатива чембелийцев по досрочному выполнению задания пятилетнего плана одобрено Бюро Горьковского областного комитета партии. Субтитры создавал DimaTorzok